Здравствуйте! В эфире программа «Услышать каждого» тема сегодняшней передачи «Состояние преступности в сфере мобильных телефонов». И на эту тему мы сегодня поговорим с исполняющими обязанностями руководителя отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Республике Това подполковником юстиции Олегом Викторовичем Хамутовым. Здравствуйте! Здравствуйте! Олег Викторович, почему кражем мобильных телефонов занимается Следственный комитет, а не, казалось бы, МВД? Кражами мобильных телефонов я вас поправлю маленько. Занимается следственное управление, следственное дело, территориальное произведение МВД по республике Това. А мы занимаемся тяжкими, особо тяжкими преступлениями против несовершеннолетних, то бишь грабежи, разбои. То есть открытые хищения с приемлемой насилия мобильных телефонов у несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетних. А у кого часто воруют телефоны? У взрослых все-таки или у детей? Здесь, скажем так, смотреть нужно непосредственно по временам года. С началом учебного года действительно идет... То есть это как-то делится, да? Делится, да. Непосредственно, то есть моя задача происходит аналитический анализ, проведение анализа по совершенным преступлениям. Я могу с точностью сказать, за последние три года увеличение грабежей и разбоев в отношении несовершеннолетних происходит с началом учебного года. А в другие периоды, скажем так, ну, совершается преступление и кражи, и грабежи в отношении совершеннолетних, но в меньшей степени. Ну, это что касается несовершеннолетних, а вот если взрослых взять? Взрослых, ну, немного по статистике я проведу, да. Всего за шесть месяцев по республике по грабежам мобильных телефонов озвучу. В этом году было совершено преступление 208, в том году 125. У нас произошел рост на 66,4%. Что касается краж мобильных телефонов, краж здесь входит как непосредственно в маршрутных такси, в учреждениях, в том числе здравоохранения, школах. В том году было 685, в этом году 1065. Рост на 55,5%. То есть значительный рост происходит в краже мобильных телефонов. В связи с чем? Такой рост, я скажу, что в связи с неблагополучной обстановкой социальной в республике. То есть безработица, запытными спиртными напитками, и тому подобное. А что касается детей, при каких обстоятельствах чаще всего? Чаще всего, то есть грабежи происходят вне учебных заведений, теми же несовершеннолетними, которые учатся в данном заведении, или группой подростками, которые непосредственно находятся с образовательными учреждениями. Скажем так, если литературным словом сказать, собирается в стае и высматривает свою жертву. Чаще происходит у нас в настоящее время в производстве следователей, следственных отделов, следственного управления находятся 4 нераскрытых преступления. Грабежи телефонов с применением насилия в отношении несовершеннолетних. Как правило, такие преступления совершаются группами, группами лиц неустановленных, такого же возраста, или чуть старше года, на 2-3, то есть до 18 лет. А значит ли это, что дети сами, в принципе, виноваты, те, которые стали жертвами? Ну как это происходит? Часто, то есть ребенок... Они же не могут как-то, преступники малолетние, заглянуть в карман, например? Большинство преступлений совершается в связи с тем, что несовершеннолетние, идя со школы, производят звонки с мобильным телефоном своим родителям или разговаривают со своими сверстниками. Группа подростков, которые, например, находятся рядом со школы, видят у него мобильный телефон. Как правило, родители покупают мобильный телефон дорогостоящий. Это айфоны, самсунги последних моделей. И дети из неблагополучных семей, как правило, это у нас подразделаемые обвиняемые, видя телефон данный, они пытаются совершить у него хищение. Происходит, то есть грабеж с применением насилия. А если преступление совершено в отношении ребенка тем же несовершеннолетним, да, как вы сказали, да, может быть, чуть постарше, дальше куда они этот телефон? Сдают куда-то? Да, как правило, данные телефоны они сдают в ломбарды, вручают денежные средства. У нас есть одно уголовное дело, которое находится в производстве МЭН. Данный мобильный телефон был изъят из ломбарда, то есть киоска по ремонту мобильных телефонов, находящихся в торговом центре Города. Они принимают без документов у несовершеннолетних, не спрашивают документы, удостоверяющие личность. Потом перепродают другим лицам, которые впоследствии пользуются похищенным телефоном. Как правило, после этого сотрудники полиции находят телефон и изымают в ходе выемки и предоставляют следователю для последующего. Олег Викторович, что не нужно делать родителям, чтобы избежать совершения кражи в отношении ребенка? Несколько важных советов. Родители должны посоветовать ребенку и с ним побеседовать, чтобы не показывать дорогостоящий телефон в людных местах. Далее. Телефон должен быть в труднодоступном месте, исключающий возможность преступнику быстро достать его или завладеть им. Кроме того, ребенок не должен давать свой телефон незнакомым людям, если они попросят позвонить кому-нибудь другим лицам. Вот несколько таких важных советов. Каков порядок действий ребенка, если у него все-таки отобрали этот телефон? Да. Если данный телефон похищен несовершеннолетнего, ребенок должен сразу же сообщить об этом родителям. Родители незамедлительно должны сообщить в полицию, то есть есть вероятность по горячим следам, скажем так, раскрыть данное преступление. Кроме того, я посоветовал бы родителям не выкидывать, сохранять документы на телефон, где имеется e-mail телефон. Вот вы сказали, что украденные телефоны чаще всего обнаруживают в ломбардах. А после возвращают ли их владельцам? Да. После осмотра следователем похищенного и изъятого телефона он возвращается непосредственно в владельцу. Какие трудности возникают при раскрытии уголовных дел именно в этой сфере? Трудности возникают при раскрытии и расследовании уголовных дел о грабежах и разбоях в отношении, как сказал, дорогостоящих телефонов. Это e-fony. Я не буду раскрывать секреты, как мы проводим оперативно-технические мероприятия и следственные действия. Но скажу, что крайне трудно найти похищенные e-fony. Какие интересные случаи есть в вашей практике? Да, интересные случаи есть. Вы задавали вопрос, где находят похищенные телефоны. В настоящее время у нас находится уголовное дело в производстве следственного дела по городу Кызыл, где похищенный телефон у несовершеннолетнего был изъят в торговом киоске по ремонту и продаже поддержанных телефонов в торговом центре Горуда. И он был возвращен владельцем. Олег Викторович, где чаще всего у нас происходят подобного рода преступления, именно по республике имеется в виду, если не брать город Кызыл? В основном большая часть преступлений данное совершается в городе Кызыле. В районах практически не совершаются данные преступления. Я, как уже сказал, то есть в отношении совершеннолетних это период учебного года. А есть какая-то у вас, опять же, такая интересная статистика? В какой части, например, Кызыл чаще всего происходят преступления? Большая часть происходит около школ и автодорожного техника. Что бы вы рекомендовали всем тем, кто хочет избежать подобного рода преступлений? Как я уже сказал, что большая часть краж и грабежей в отношении совершеннолетних лиц происходит. Это в основном женщины, касается для женщин. Ну, во-первых, и в том числе для мужчин. Никогда никому не доверяйте свой телефон. То есть мало знакомым лицам. Никогда не надо давать, как я сказал ранее, чтобы, если они попросят кому-то позвонить. Это первое. Второе. Если вы находитесь на улице в темное время суток, не старайтесь отвечать на звонок, чтобы не привлекать внимание преступника. Третье. Вообщественном транспорте, это в основном в маршрутных такси, телефон также должен находиться не в сумочках, не в карманах. В труднодоступном месте, исключающем доступ к преступнику. В основном у нас женщины. У женщин похищают мобильный телефон, это из сумочек и карманов, верхняя одежда. Четвертое. Если у нас кражи, грабежи телефонов, в основном кражи от мобильных телефонов, это в кафе, в барах или в ресторанах. Никогда телефон не оставляйте на видном месте, то есть на столе. Всегда должен быть у вас тоже так же труднодоступном месте. И, как правило, сразу же сообщать нужно в полицию о совершенном преступлении в отношении вас. То есть есть вероятность, большая доля процентов, что его раскроют и вам вернут похищенный телефон. И еще у меня совет всем. Никогда не нужно оказывать сопротивление преступнику. Все-таки жизнь дороже, чем мобильный телефон. Олег Викторович, спасибо, что пришли. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был исполняющий обязанности руководителя отдела криминалистики, следственного управления, следственного комитета России по республике ТВА, подполковник юстиции Олег Викторович Хамутов. Редактор субтитров А.Семкин